Табак Винтаж 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 Я их ставил. Удобно? Прикольно. Ты сам оценишь. Единственное, что на улице не покурить. Ну, ветер будет. А так прикольно. Поэтому я сделаю пробную. Я подниму у нее борты. Ну и чтобы мало ветер. Кальян дергнул, чтобы угли не падали. Чтобы для кальяна было более интересным. Прикольненько. Это был стенд Вулкана и Винтаж. Куда пойдем? Пойдем дальше. По порядку. Еще вернемся. Infinity. Давайте. Очень интересно пробовать cold mint. Растойка с сиропом. В среднее время покуры с оровкой. Уже растойки табак? Да. Я проспробовал малину. Вот эту. Она была перегрета. Это было час назад. Курсия по-разному. Кто-то разогнал, кто-то не догнал. Очень-очень-очень сильно похоже на фростиминт от Chebacca. И чем-то на альфа-керскую мяту. Если вы любите сладкую мяту, это прикольно. Но и при этом она еще и морозит неплохо. Так, а я... Так. Попробуем пока смородину. Кровавую. И сладкая тоже. Да, красная смородина, да? Да. Это, кстати, очень популярная. Руга среди многих производителей. Только она почти измененная. Просто черная смородина у всех одинаковая. Почти, наверное, только у вакуума отличается. А красная прикольно. Явно вкуснее, чем у драксайда. Поэтому за смородину тоже лайк. Так. И давай что-нибудь очень нестандартное. Так, это вишня, цитрус. А, вот жасминовый чай покрыл, кстати, да. Прикольный. Да, это зеленый, гасминовый чай. Хороший травянистый вкус. О, вот это вообще прикольно. Так. Вот на том стенде, на что вообще представим? Там гранат. Гранат вкусный. Очень прям вкусный, хороший, насыщенный. Грузово не фанат граната, поэтому мне больше нестандартный вкус таки нравится. Ну, не сыр с беконом, а то, что хотя бы курить, не противно. Есть еще дыня манго, это тоже не весь стандартный вкус. Такой вкус, где я вместе в коллаборации рекомендую. Дыня манго, а, ну. Вкус-то два стандартные. Если дыня похожа на альфа-керскую, я скажу, что плохо все. Она не похожа на альфа-керскую дыню. Здесь больше чувствуется манго какой-то. Ну, такой тропический сладкий вкус, как-то. Да. Но все-таки я рекомендую попробовать гранат. Кстати, крепость тоже неплохая. Средненькая такая, но не воздух хотя бы. Куришь приятно. Давай, где гранат? Пока что мне нравится гранат, наверное, только у северного. Сейчас смотрим. Это охуенный гранат. Чуть перекрывается, так? Блядь, это охуенный гранат. Вот гранат, гранат вкусный. Дыня с манго тоже пойдет. Жасминовый чай, топчик, колд мин, топчик. Субродина топчик. В общем, прикольненько. Это Tobacco Infinity. Если у вас будет возможность, обязательно попробуйте. Цитрусы. Главная проблема всех цитрусов, то, что они похожи на мыло. Вот и нет, и нет. Абсолютно. Если сейчас еще одно попадание, то... Это прям мистика будет, что все вкусы были вкусные. Он с какой-то прятостью? Но это не мыло. Это не мыло, абсолютно. Это еще одна собранная аромка. Почему-то мне кажется, он надает какой-то хвоей. Есть чуть-чуть, да. Поговорим. Это, блин, вот знаете, на Новый год у нас проходили все игры. Мы хотим елку с лимоном. Вот это идеальная альтернатива будет. Все, ребята удивили меня. Это, наверное, второй стенд за всю выставку, который меня чем-то удивил. К первому мы пойдем попозже немножко. Сейчас вот он там стоит. Джин стендов, как говорится, сейчас есть 13. Но я вам советую очень попробовать. С этим стендом мы заканчиваем. Табак мне понравился. Сейчас мы пойдем пока посмотрим, что есть еще. И вернемся пробовать джин тоник. Спасибо. Погнали. Так, это шикарвер. Это у нас стойка-четырки, как у нас гости говорят. Но выглядит прикольно. Это брутальный... Это похоже на более брутальную версию Мамай Кастомса. Симпотно. Мне вот этот синенький нравится. Красивый. Стенд номер один, который мне... Меня заинтересовал больше всего на всей этой выставке из двух залов. Это стенд... Если не ошибаюсь правильно, Бончо. Это... Табак на основе сигарного листа. Там есть неаромка. Вкус по заданиям Бэйс очень сильно похож на Байс-189. Охрененный сигарный лист. Мне безумно понравился. И есть ароматизированные вкусы. Типа свиткорн и таких вот подобных. Охрененно. Давайте пробовать. Давайте свиткорн и Бэйс-189 пробовал. Сейчас пробуем еще маракую. А в маракую не особо сильно чувствуется именно сигарка. То есть именно не аромки яркие не чувствую, а аромизатор маракую прикольный. В общем, если у кого-то будет возможность, если вы где-нибудь увидите данный продукт, берите, не думая, особенно Бэйс и свиткорн. Безумно вкусно. А вот если вы хотите пробовать реально вкусную неаромку, еще и сигарную, берите... Правильно... Как правильно? Бочи? Я неправильно назвал. Бочи. Бочи вкус под названием Бэйс. Вот прям... Вот начинайте с нее, вам безумно понравится, дальше можете переходить на аромку. Пойдем посмотрим, что у нас есть еще. Ну и табак-вакуум. Городу нужен табак. Там охрененные есть черная смородина. Это единственная черная смородина, которая не похожа на другие табаки вообще никак. Прям очень приятная, с таким, не знаю, оттенком, как по мне, крыжовника. Вот Бэтмен поехал. Вот такой стенд. Мы сейчас не будем там пробиваться, чтобы все покурить. Я, наверное, про вакуум сделаю отдельный видос. Уже более подробно про него расскажу. А нет, подожди, тут паприка очень вкусно пахнет. Тут есть кальян со вкусом паприки. Вот я хочу попробовать. Так, момент истины. Если я сейчас захочу есть... Ты пробовал? Это паприка. Ты пробуй паприку, так. Ты что-то пробовал, а? Что это? Я надеюсь, это пробелку что-то? Это болгарский перец. Знаешь, вот Чегридов делал с томатным соком на свекле. Вкусно? Максимально странно. Но вкусно. Но вкусно, блин. Я бы курить не стал, это минут сорок, но вот так вот подойти и пробовать прикольно. Очень странно, но интересно, да. Ну, интересно. Прикольно. Это у нас стенд табака-вакуум. Пойдем дальше. Здесь у нас фудкорт. Обзор на сэндвичи мы делать не будем. О, да, это все как бы разъяснение. Та самая чашка, которую могли видеть у Саниного хули. Это называется чашка Танжи, и мы идем спать. Что-то такое, что будет светло. Прикольно. А еще там есть чашка с пандой. И тут еще была маленькая чашка с пандой, но ее уж больше нет. Красивые чашки. И упаковка красивая. Энжин. С этими чашками было очень много веселых историй. Я могу свернуть, сказать, что чашки очень-очень прочные. Потому что падали они у меня очень много раз. И вот убивашку разбить, это прям надо постараться. Прикольные симпатичные чашки такие в японском стиле. Прикольненько. А еще у ребят есть такие колбы. У меня есть колба на лайтсмоке стоит, как раз на холле такого в форме капельки классической. Вот у нее стекло, это реально сантиметровое. Вот, если на вас кто-нибудь нападет, можете смело отбиваться голубами. Прикольные. Стильные, а главное, очень прочные. Пойдем дальше. Ну и как я говорил, у нас не кальянная выставка, а автовыставка. Здесь у нас Ауди ТТ от Тайгер Дойки. Я хочу такие колеса. Колеса прикольные. Ну и салон прикольный. Нет, спасибо. А еще ребят сегодня раздают мандарины. Так, кальян пушка. И just smoke. На самом деле у меня было еще какое-то противоречивое мнение о нем. Но мне понравилась кукуруза. Прикольно. И что тут безумно вкусное есть, это у нас... Вот тут стоит попкорн. Попкорн-тофи. Вот он вкусный. Так, чаши Джо. И чаши дичь. Нет, что-то интересное было. И чаши дичь. А, вот она. Вот она, вот она. Это чашка в виде свинюшки. Не знаю почему, но мне нравится. И чайник есть прикольный. Ну и в основном всякие убивашки, ну в основном классические. Так. О, вот это прикольно, сын Эль. Фука инженер. Карбоновая с вставочкой полис. С вертикальной продувкой. Выглядит симпотненько. Так, ребят. Снимайте нас, пожалуйста. Давайте в настроении зададим натурально красивое пульс. Давай расскажу. Ты этот диктофон у тебя? Да, потому что... Всем прием, слушай, по секрету расскажу. Мы тут такие пушки нелегальные. Заколачиваем, закачаетесь. Ладно, задавай вопрос, ты журналист. Веди себя как журналист. Сегодня у нас специальный гость от Анжик Подгорелов. Ёлки-палки-то ты меня знаешь. Расскажи, пожалуйста, как сделать кальян, чтобы он хорошо продавался. В смысле, железяку? Да, вот я хочу сделать свой кальян. Блин, что значит? Я сделал свой кальян. Как называется? Я еще пока не сделал. А что ты пиздишь тогда, ты говоришь, я сделаю свой кальян, буду его продавать. Когда сделаешь, тогда разговор будет. Я пытался. А что сделать, чтобы он хорошо продавался? Да, что? Как мне продавать кальян? Короче, подходишь к Антону Гай-Воронскому, говоришь, 3 рубля, братан, плачу тебе за рекламу. Понял? Даже если деньги имеешь, 3,5 предлагай. Чтобы наверняка было. Он такой подходит к нему, говорит, ебать, а басачка какая, калян года будет, отвечаю. 3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5. Это через Антона. Если хочешь по одессе, то чисто можно с казахом этим по пиздец. Понял, о ком он говорит? А, да, да. Конечно, конечно. Вот этот, который ебать, а молодой. Как его, дави дыма из себя, понял? Да, да. Дави дыма, который вот этот вот. Ему подходит к чаши серб, перестройка. это наш продукт и мы из кемерово мы из сибири ребят привезли свой продукт мы всегда его возим и в этом году вот есть потрога полированную версию вот звука стекло сейчас учим не показалось что звук как стекло натуральные глина звук глины удачка глина в глину бьется это полированные версии на самом деле они шлифуются вручную поэтому полировал кто полировал гончарный мастер всех времен народов короче не суть важна поляр поле мы с кемерово поэтому ты не знаешь этого человека в любом случае я не пошутишь на эту тему ну ладно я не смог не смог я не срастил прости меня дальше идем вот потрогаю как с этим сайкосом на кальянной выставке сайкоса и ничего страшного это наш брат классно приятненько смотри на самом деле трогай это не глазурь это шлифовка ручная вот в чем дело что это это цемент я когда видел обзорвился кома на чехол для айфона из бетона я думал что типа бетон и цемент разные вещи по строительству я не знаю вот я когда думал что чехол для айфона из бетона это дичь и кальяна делать из бетона екатеринбургу привет спасибо увидимся вот получили чашечку кока лока кокоса уголь для кальяна это у нас хронос время попробовать историю на вкус ну давайте попробуем я не знаю что такое приветствую название крыжовник это баг да так понималось вот его я не пробовал 2 день хожу по выставке и ребят не видел почему-то так он умер вот такого формата маленькие пачки это у нас грамм 100 до а и вся до 50 граммов акцизный но пока только импотенции подожди я щас угадаю акциз будет через месяц ладно это первый человек там сказал честно что акциз неизвестно когда будет просто полу у всех когда подходишь же когда будет акциз это через месяц уже готовится все а потом через полгода нет акциза это все берли да у нас нет сосновой виржиния берли как реплятор кремль это не варка это настой не скажу что это чуть выше среднего по крепости ты это крит не будешь явно по крепости что-то уровне дав-то где-то вот так вот ты погиб но по крепче dark side это точно и я хочу пробовать яблочный джем блять абрикосовый джем все у меня это потери начались при том что колен сдохший капец ку яркий вкус то есть как бы ничего не курицу на вкус есть не на прикос прикольный не сказал бы что это джем это она просто абрикос но он очень сладкий но он очень сладкий не над вкусно это хороший абрикос прикольно очень контрольная 3 это самый крепкий пумы всех почему-то это это прикольно это сочно это вкусно и это крепко вот такие красивые упаковочки хронос почему змея? это уроборус символ змеи который пожирает сама себя то есть у нас концепция такая в одном продукте отразить всю историю развития табака для кальяна наша первая леника это как изначально все делается настой идет никто же не варил раньше настой это олдскульный табак отчасти только уже с современной крепостью потому что людям уже маловато крепости в общем табак прикольный тоже советую его пробовать спасибо пойдем посмотрим оставшиеся стенды ну и будем потихонечку сворачиваться табак экстрим колено тортуга альфакер представил новые вкусы но мы туда не пойдем мы сейчас поздороваемся приветствую что с николаем заболел у как лапшоу рип победил грипп хорошо что взяли этот зал потому что там вообще кошмар слишком громко слишком много и там не пообщаться ничего вообще невозможно сделать это тоже иногда бывает громко но терпимо вопрос с того года где крепкая линейка там же когда она будет неохота лить никотин как делает большинство остальных поэтому работаем над табачным листом для того чтобы из него по максимуму получить никотин тот который в том году была самая нестандартная крепкая линейка из всех табаков на тот момент потому что куришь абсолютно мягко абсолютно спокойно вот просто черебете куришь но минут через десять и точно так напинывать причем не не до тошноты там руки не дрожат ты просто сидишь понимаю что ты больше не хочешь курить и накурился тебе хватило никотина вот если вы дома курите минут пятнадцать в одного в соло забивайте крепкую линейку а ринга когда она будет если она будет вот такого же плана как было и все через пятнадцать минут спать не была проблема в том что мы тестировали на фокус группе и большинству не зашло не зашло то что там не ложилась аромка да ну не ложилась аромка это проблема решаемая но как бы потребитель хочет чтобы его накуривала не через там десять минут понимаешь потребитель хочет чтобы с первой тяги улетать а так можно сделать только с жидким никотином поэтому просто есть стереотипы которые выработались уже у курильщиков да что если крепкая линейка значит она должна давить по горлу во первых давить по горлу во вторых напинывать с третьей пяткой в нос как бы и ты улетел а в чем проблема добавить тохи или фрегат в любой табак и получить то же самое сразу с первой тяги да покурить реально крепкий да покурить реально крепкий табак который ты спокойно мягко куришь и тебя плавно расслабляет вот люди же пьют алкогольные коктейли потому что они вкусные потому что их расслабляет можно же таким же успехом выпить пол бутылки водки его сразу напинает и все зачем не знаю так что я жду крепкой линейки очень будет интересно и пробовать спасибо тебе представим первому спасибо до встречи ребята здравствуйте курс реабилитации с прошлого года теперь рассказывай что это такое это табактаун производится в Нижнегородской области табак Бёрли Вирджиния мешка вареный вкусов 13 пока что но мы тестируем новые в течение двух месяцев появится еще несколько вкусов вот смотри я в прошлом году очень критично отнесся к данному продукту потому что я пробовал колу и грейпфрут это было один в один вообще вот копия дарксайда это хорошо или плохо для меня это плохо потому что я просто не фанат дарксайда вот именно вот это меня прям оттолкнуло в этот раз давайте пробовать более подробно и разбирать остальные вкусы потому что личи уже вкуснее чем у дарксайда это плюс я просто не фанат личи но это вкусно может пойдем туда слева давай где свежее что-нибудь у нас есть так спасибо это у нас что это булочка с синапон да это булочка с корицей только здесь корица не так не так сильно прыгает здесь больше именно вкус булочки то есть именно вот эта сдобная основа она никуда не теряется это вкусно это намного приятнее курить чем синамон прикольно это у нас цитронграсс что это лимонграсс это трава чайная трава с каким-то оттенком цитрусов по-моему да? что-то такое это похоже на чай какой-то просто чай с лимоном ну не с выраженной ну да то есть не такие вот пряности типа там да перегомочен просто типа чайного напитка с цитрусами прикольно мне тоже понравился орешки hazelnut похоже на арахис какой-то здорово я думал ты не приехал я был вчера везде да я тебе не думал я просто твои истории пилил ты вроде дома а тут кого-то найти было вообще тяжело потому что тут что-то слишком много народа пока меня их в том зале да я вчера в том зале просидел я там снял сегодня вот здесь ходим пробуем но здесь в основном ну ладно не будем мешать коллегам до встречи пить это похоже на арахис прикольный арахис прикольный арахис с небольшим шоколадным оттенком кстати можно в миксах использовать прикольник это мюсли ни у кого мюсли не пробовал это же такие типа хлопья на завтрак типа овсянки нет 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 не типа овсянки ну хлопья которые молоком заливается да тут кальяна уже не самые свежие но вот у мюсли особо вкусно не чувствую здесь что-то такое десертное на завтрак но если уже колян помер но в принципе неплохо тоже вот клубника ни у кого по вообще нормальный вообще ни у кого нет нормальной клубники никогда как и дыни кроме танжа это не клубника это клубника с какими-то сливками что-то опять десертным оттенком в чистую клубнику никто никогда нормальную не сделает а так тоже неплохо почему я покрыл бы такой клубник пока из всего мне менее все понравилось это личи ну это просто ненавижу личи кола но по коле я уже говорил да это прям один в один дарксайдовская если вам нравится дарксайдовская кола то это вам кола тоже понравится да тут абсолютно то же самое так это у нас шалфей о нет шалфей ненавижу шалфей и ёлки потому что в новый год секретах шалфей с ёлкой по моему с лимоном ёлки-моталки но это очень на любителя я ничего не буду говорить это очень на любителя не моя тема совсем свежий аромат звездочки я не знаю не звездочки чего-то нет не пенни шалфей персик вот если персик будет вкусный мы ставим точку на этом продукте и говорим что он они молодцы да неплохой персик что-то очень знакомое кстати да может быть но это не вирджин пить слава богу грейпфрут тоже очень сильно был похож на кэли грейпфрут нет немного отличается у северного? нет у северного невкусный персик у северного невкусный а тут что-то другое возможно с оттенком всё-таки да танжо пичкоблера что-то такого но меня очень сильно напинало по крепости прикольно вкусы мне понравились наверное все кроме клубники наверное личи и шалфея шалфей неплохой но вообще не моя тема ну а так в принципе курить можно единственное что если вы курите легкие табаки то вам не подойдет надо что-то это для более прокуренных ребят потому что сколько колен? двенадцать было? двенадцать коленов? десять десять вкусов я покурил десять коленов что-то меня прям напинало ладненько спасибо молодцы всё а мы наверное заканчиваем выставку сейчас покажем еще один стендик это хутэк принеси свою плитку получи скидку на плитку хутэк прикольненько в принципе как-то так всем спасибо за внимание это был второй день выставки из-за малого зала подписывайтесь на группу вконтакте на инстаграм ставьте лайки комментируйте всем всего самого наилучшего всем удачи всем пока-пока после трудовых будней субботним вечерком хочешь покурить кальянчик с качественным табачком а шиша тебе в помощь заходи и выбирай тебя ждет огромный выбор и цены просто кайф возможно ты везунчик попадешь на распродажу а может быть на акцию или на конкурс даже будь в курсе всех событий следи за новостями заказывай скорее и дымись друзьями пускаешь дым в облака и ценишь качества а шиша .cc это твоя мечта заказывай кальянчик с хорошим табачком дыми и кайфуй субботним вечерком